Во время встреч с медиками губернатор не раз назвал больницу образцовой. На выделенные деньги планируется заменить всю инженерную инфраструктуру медучреждения, возвести два здания и полностью оснастить их всем необходимым оборудованием. В одном из них разместятся новые отделения лучевой диагностики и эндоскопии. Здесь любой житель края сможет не только пройти компьютерную томографию, рентген и МРТ, но и по результатам обследования получить консультацию специалистов. Другой восьмиэтажный корпус будет предназначен для ожоговых отделений на 46 койко-мест. Для пациентов в этих палатах будут созданы все требуемые условия микроклимата. В этом же здании операционный блок, реанимация и отделение интенсивной терапии. Завершить строительство двух новых корпусов планируется в 2018 году. Это позволит людям находиться в человеческих условиях. Когда мы бываем за границей, в больницах, мы видим, почему чех, почему англичанин, почему американец имеет такие условия для лечения. А наши люди имеют условия, они должны находиться в палатах по 8-12 человек, а вы увидите палаты, где находятся два больных, один больной находится. Вот люди это все получат. Люди все получат и они будут лечиться в роскошных, шикарных условиях. Большая реконструкция первой краевой по поручению губернатора была начата еще в 2006 году. Уже в 2011-м на территории больницы в строй введено новое здание консультативно-диагностической поликлиники. Построен операционный блок, а почти на 2000 квадратных метрах расположился новый приемный покой. Кроме того, на крыше здания теперь есть вертолетная площадка. Санавиации в больницу доставляют пациентов в шоковом состоянии и с тяжелыми травмами. Первая краевая сегодня единственная в стране с таким количеством современных операционных залов. В год врачи здесь делают около 60 тысяч операций, из них около 20 тысяч высокотехнологичных. Более того, больница занимает одно из ведущих мест по числу операций на легких позвоночнике, а также по пересадке сердца.